Добрый день! Это видеообзор ЧП в Ярославской области за неделю. О происшествиях за 7 минувших дней расскажу вам я, Анна Йолкина. В Ярославле при разборке старого здания упал экскаватор. ЧП произошло на улице Белинского в Ленинском районе города, где разбирают старый жилой дом рядом с новостройками. Машина не удержалась на поверхности и завалилась на бок. К счастью, никто не пострадал. На Рыбинской трассе молоковоз перекрыл движение. Водитель груженого МАЗа не справился с управлением. Автомобиль развернуло поперек дороги. Некоторое время движение на трассе было затруднено. В Брагино мужчина избил битой женщину, выхватил у нее сумку и скрылся. Грабителя заметили прохожие, догнали его и сдали полиции. У мужчины дома осталась супруга с малышом, однако новогодние праздники он, вероятно, встретит в отделении полиции. В полицию 16 декабря поступило сообщение о разбойном нападении. Неизвестный у дома 68 на Ленинградском проспекте напал на женщину. Используя биту, ударил ее и похитил сумку с личными вещами. Двое прохожих, заметив пытавшегося скрыться злоумышленника, стали его преследовать, заблокировали и удерживали, вызвав при этом полицию. Оперативным дежурным на место происшествия сразу же был направлен ближайший наряд. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, похищенная изъята. В Ярославской области столкнулись сразу шесть автомобилей. ДТП произошло около деревни Шалаева в Гавриловьямском районе, где столкнулись два грузовика МАЗ и ЗИЛ, а также автомобили Hyundai Ford Focus, Renault Logan и Gazelle. В большой аварии лишь один водитель получил незначительные травмы. Спонсор нашей программы – компания «Дельта» – система безопасности. Только в декабре главная акция года – охранная сигнализация за полцены. «Дельта» – это современная система безопасности за полцены в каждую квартиру, дом и офис. Спешите бронировать комплект по суперцене на delta.ru. Субтитры создавал DimaTorzok